Прекрасная погода для серфинга, для серфингистов. Красивое море очень, прекрасный цвет. Красивое море с краской ароматом. Красивое море. Спасибо за просмотр! Красивое море в котором есть много и интересных глянтов. Прекрасный ветер, прекрасное море, два скорбина пола, трех. И мы находимся на пляже, пляже Форум Барсиоли. Это спортивный комплекс, Белла, прямо возле моря, супер. Enjoy your life, guys. Ведите здоровый образ жизни. Здесь так прекрасно. Пока я шел по пляже, у меня было 20-минутное общение с путешественником, который из... Откуда он родом? Он из Бельгии. Да, из Бельгии. И 36 лет человеку, и мы с ним разговаривали всего о жизни. Я увидел у него очень много претензий и обид на прошлое отношение. На прошлое отношение у него с одной девушкой было 5 лет, с другой было 3 года, с 3-6 месяцев, с 4-2 месяца, с какой-то там еще 1 месяц, 2 месяца. И настолько у него сейчас... Сейчас у него столько претензий к этим женщинам, что я вижу, что им очень тяжело жить. Очень тяжело жить. Вообще верить в любовь и верить в что-то хорошее. Я поделался с ним своим опытом, своим видением, по поводу того, что все мы учителя и ученики, и что нужно принимать, и что мы имеем тех учителей, которых мы заслуживаем. Ну, конечно, я этого не понял. Бедняга, чувствуя боль в его сердце, говорит, она ничего не понимает, она ничего не учит, она ничего мне не научила. Вот это вот и проблема, что мы не понимаем, что нам дают те учителя, которые приходят к нам, чему они хотят нас научить. Когда мы не понимаем этих уроков, то мы повторяем ошибки снова и снова. Я считаю, что в этом есть большая проблема наша. К сожалению. Поэтому я велю с вами еще раз снова и снова о том, что как важно принимать все, что мы получаем из жизни, принимать все, принимать с благодарностью и с осознанностью понимать. То есть не повторять одни и те же ошибки снова и снова, да, я принимаю, 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 и опять-таки уже сам я полегче становлюсь, и каждый раз решать не те же ошибки. Нет. Нужно делать выводы, нужно осознать и понять, для чего мне нужен был этот урок, что я от этого получил, должен был, для чего мне наслечился этот человек, что он должен был мне дать. Правильно ли я сделал вывод из того, который я имел с этим человеком, и к чему я должен был отличиться от него. Самое важное после этих всех опытов уйти с любовью, с благодарностью. Есть претензии? Есть претензии. Это фундаментальное понимание, я считаю, что если у нас есть претензии, то мы не сможем быть счастливыми, быть здесь сейчас. Так и будем жить в тех прошлых обидах, проблемах, которые у нас были, в прошлых отношениях. Это очень глупо. Это то же самое, как я провяжу метафору тренер-спозмен, обижаться на тренера, который дает тебе возможность стать сильнее внутреннее, подготовить тебя к соревнованиям, к более ответственному этапу твоей жизни. Тренер, конечно, дает тяжелые испытания для того, чтобы ты стал более сильным, тренированным, готовым к любым испытаниям в жизни. Но мы вместо того, чтобы принять это, благодаря тренеру за его работу, который показывает нам на наши слабые места чаще всего мы ругаем его, когда им какой-то плохой тренер, что ты мне так... учишь тяжело, что ты издеваешься надо мной, ты даешь мне такого тяжелого соперника, чтобы меня побил. В том-то и дело, что это все для твоего собственного блага, для того, чтобы стать на наиболучшую. Тогда нам нужно понять, пока мы это не поймем, наша жизнь станет большая. А вот эти мы будем накапливать, только все больше и больше. Я же желаю, чтобы у вас этого не было, чтобы вы, имея уже эти знания, понимали и принимали, что это дает вам судьба. Это для нас самих, для нашей жизни, для нашего счастья, для нашего совершенства, для нашего успеха в этой жизни. Давайте же благодарим Вселенную, Господа, всех учителей, которые приходят к нам за все то, что они делают для нас, чтобы мы стали общей. Ведь именно благодаря им, тем, кто показывает, как на слабый стоп, у нас есть возможность стать сильнее, трудиться и потом познать радость жизни в ее лучшем виде. Да, будет так. Если честно с нами все то, что должно быть, поможет нам исполнить свое предназначение здесь и сейчас. С вами был Ярослав Мудрый Воронцов на позитивной волне Академии Семейных Отношений и Успехов. Друзья, любите себя, любите своих близких, любите себя вокруг. А у нас 25 апреля, весна вроде, тоже лето время, тоже время лето в Испании. Намасты. Чемbehade? Спасибо. Продолжение следует...